Музыка Здравствуйте, в эфире канал Культура, программа Наблюдатель. Сегодня наблюдает доверенный мне, меня зовут Андрей Максимов. Наконец-то, хочу сказать, наконец-то мы проведем этот эфир, потому что мы его задумали очень давно. Но этот эфир, посвященный спектаклю «Поминальная молитва» в Московском театре Ленкова Марка Захарова, вообще на современной театральной жизни, на театральной карте московской, очень мало происходит безусловных событий. Вот безусловно. Потому что кому-то это нравится, кому-то не нравится, кто-то считает хорошо, кто-то считает плохо. «Поминальная молитва» Ленкова Марка Захарова – безусловное событие, огромное, мне кажется, театральное событие. Мы очень давно хотели провести этот эфир. Собирали людей, люди собирались тяжело. но потом люди все-таки собираются, потому что нас не любят, а потому что дела и так далее. Я сразу должен сказать, что мы приглашали и Андрея Леонова, и Сергея Степанченко, исполнителей роли «Тавья Молочника», они смогли к нам прийти по каким-то разным причинам, что обидно. Но пришли замечательные актеры, и пришел человек, который, собственно, восстанавливал этот спектакль. Всегда в прологе я сдаю один и тот же вопрос, люди на него отвечают, я их таким уже представляю, но сейчас будет по-другому все. Я задам один вопрос женской части нашей аудитории, а другой мужской. Потому что вопрос мой такой, чем для вас отделен, чем для вас отличается этот спектакль от других спектаклей? Спрашивайте об этом Лазарева нелепо, потому что это первый спектакль, который он ставил как режиссер, поэтому я вас спрашиваю про другое. А вот вас я хочу рассказать об этом. Этот спектакль чем-то отличается для вас от тех других работ, которые вы делали? Давайте мы первым в пещеру пустим молодую актрису, чтобы вы пока могли подумать. Пока пожилые соберутся с мыслями. Ну, они не опытные. Ну, естественно. Александра Николаевна Волкова, актриса театра Ленкова Марка Захарова, очень мой любимый актриса, могу наконец я сказать прямо в лицо. Чем это отличается от спектакля для вас? Ну, во-первых, я могу сказать, что все началось с репетиций. Необыкновенная, просто невероятная атмосфера была. О какой-то любви, понимания. Мы, не сговариваясь, все поняли, что как нам это все нравится. Конечно, многие из нас тоже были, как вы, настроены скептически, с недоверием. Но мы начали репетировать. Это было какое-то сказочное время. Просто сказочное. Это чудо, подарок для нас, для всех. И такой материал, такая драматургия, такая режиссура, сценография, мне кажется, ну, многие из нас даже не сталкивались с такими, честно говоря. И это, конечно, счастье. У нас две исполнительницы роли Голда. И мне кажется, что это интересно потом по этому поводу тоже поговорить. Анна Большова, вообще, я скажу, что моя любимая, а тут все, которые я обожаю, Анна Большова. Чем это спектакля начался для вас? Наверное, тем, что это какой-то, не знаю, это получился какой-то вообще магический шаг театра. Потому что это, с одной стороны, как бы шаг в прошлое, а с другой стороны, вот это действие, которое произошло, и то, что вот сейчас мы имеем этот спектакль абсолютно живой, мы имеем очень большую перспективу. Я не знаю, я слышала, вот рассказывали, что Марк Анатольевич часто обращались с вопросом и с просьбой, и вообще, они восстановили, почему вы не хотите восстановить упоминальную молитву. И, возможно, ну, как Марк Анатольевич всегда достаточно иронично участвовал в разговорах, и он говорил, что, ну, если станет совсем плохо, тогда мы обратимся к поминальной молитве. И вот оно, шучу. И вы знаете, а, наверное, вот время пришло, потому что мне очень запали слова Саши, когда мы сыграли первый прогон на сцене, и Саша вышел, и первое, что сказал, что я не понимаю, почему мы не играли, это 25 лет. Ну, наверное, всему свое время, и, наверное, вот по всем событиям, по всему состоянию, которое сейчас в театре, которое в стране, в мире, какой-то тяжелый момент. И само название, и сама вот эта акция, этот акт какого-то фантастического единения, который произошел в театре. Да, вот мы, как, оказывается, два года назад мы начали это репетировать, да, потому что дальше вот год, который был слизан карантином, и, собственно, ощущение, что мы вот, ну, сколько, несколько полгода, да, мы вот раз-раз-раз, и мы выпустили. И та атмосфера, которая возникла, это был действительно какой-то, ну, подарок невероятный, потому что дух Марка Анатольевича, и, в общем, мне кажется, что все участники спектакля, очень много людей, которые просто им взросшены, созданы, воспитаны, и что касается, не только артистов касается, это касается постановочной части, и Кудряшов Дмитрий, который, ну, завпост, просто говоря, и главный художник театра Алексей Кондратьев, они пришли в театр на поминальную молитву юными, и были взросшены, воспитаны Олегом Гаронычем Шейнцесом. Многие из нас не застали спектакль, но в театре, но мы работали с Марком Анатольевичем, и даже самые молодые все равно успели с ним поработать. И вот эта общая атмосфера, и вот дух, юмор, ирония Марка Анатольевича, и вообще вот те, как мы когда-то с этим столкнулись, оказалось, что, господи, там такая глубина, там такой потенциал и такая перспектива, что он дает нам какой-то такой воздух и возможность сохранить вот то, что нам всем очень хочется сохранить в театре Марка Анатольевича Захарова. Я очень долго говорю, да, извините. Я не видел, как вы играете эту роль, надеюсь, что я вижу. Я видел, как играет Олеся Железняк, я уже говорю, это Олеся, я могу это сказать, всем это гениальная работа. Вот я делаю паузу, чтобы это гениальная работа, я настаиваю на этом, извините. Спасибо. Я настаиваю на этом. Не извиняйтесь. Не извиняйтесь. Может, больше так никто не скажет, поэтому давайте мне насладиться. Говорите, говорите. Просто если вы увидите этот спектакль, если на него поете, вы поймете, что я не преувеличиваю. Я, по-моему, никогда таких слов не говорил. Это то, что вот Марк Анатольевич, с которым мы очень хорошо общались, он говорил, что иногда артисту ходят какие-то такие сферы, где уже как бы он не артист. Это что-то другое. Это не просто вот Олеся играет роль. Это что-то другое. Это уже какое-то другое совершенно невероятное существование. Чем этот спектакль отличался для вас, впрочем? Для меня? Ой, ну я так, знаете, что вы сейчас говорили, да, девочки, что я не знаю конкретно, чем для меня, или мне просто хочется сказать, что вообще, как я мыслю про этот спектакль, и как вот он для меня, что это такое. Мы на днях играли спектакль, ну какого-то там числа, не помню какого. Это было, может быть, недели две назад, десять дней назад. И, как мне казалось, спектакль прошел как бы не очень хорошо, мне казалось. Ну, как бы, дайте, по своим внутренним, потому что для зрителей это было, наверное, незаметно, но были там ряд неточностей какие-то, да, там вышел попозже, тут сказал пораньше, ну как бы там какие-то накладки были технические. Ну, из-за этого казалось, когда я слушала по трансляции, что как бы немножко нескладно идет чуть-чуть, но мне так казалось. Вот. Но я вообще что думала? Вот какая удивительная вообще наша профессия, и какое вообще это удивительное мероприятие, и этот спектакль, в частности, упоминальная молитва, что он дан нам как некий такой, знаете, что, я подумала, надо же удивительно, ну, как бы мне кажется, что я не очень хорошо сегодня играю, а спектакль все равно имеет успех, то есть все равно имеет воздействие на зрителя и отклик. И я думаю, наверное, это как такой, знаете, некий, знаете, некий такой подарок и такой некий бонус вообще дан всем артистам, что мы можем этим, ну, воспользоваться, понимаете? Это как некий шанс, который нам дан, который мы можем как бы использовать, понимаете? Сделать это немножко, подтянуться, потому что этот спектакль, он очень небытовой, он очень, при том, что там, это не в смысле в том, что там как бы поют нараспев, там или как-то артисты существуют на катурных, нет. Там очень всё как бы, да, правдиво, ну, как мне кажется. Но при этом артисты находятся в такой ситуации, знаете, она такая немножко чуть-чуть приподнятая от земли. Вот как все декорации, которые есть. Когда я смотрела там диск, и когда ты думаешь, вот какой-то спектакль был, это какое-то такое, такое что-то из музея Бахрушинского. Вот какой-то был гениальный спектакль. И потом тебе дают возможность прикоснуться к этому. И ты начинаешь потихонечку входить в этот дом, сначала бочком там, потом как бы пролезаешь, потом ты уже основа там. И вот когда поставили декорацию на сцене, я когда увидела, я увидела этот стол, и как бы так, вдруг, ты понимаешь, в какой-то момент ты вдруг понимаешь, что, господи, как же это могло, ну, как вообще в голову пришло Марку Анатольевичу, Шентису, Олегу Кароновичу, всем этим людям, которые собрались, и какое было у них озарение, какие пахтоки вели их, как он придумал со столом, понимаете? Ведь можно было сделать это бытовым, ну, бытовой историей. Еврейская семья, которая, что-то у них происходит во дворе, на улице, на ходу, походя. И вдруг появление со стола, потом они сидят, потом они хоронят. И сразу эта история приобретает какой-то, вообще, ну, я не знаю, там, смысл, понимаете? Какое-то вот, что-то нечто обобщающее, которое имеет лично для тебя, понимаете? То есть ты, и почему слезы возникают, и почему, мне кажется, спазмы. Даже когда я смотрела «Прогоны», своих товарищей я видела, у меня возникал ком в горле, потому что это имеет отношение лично к тебе, понимаете, к человеку, который живет, проживает свою жизнь. Мы не так давно делали эфир, посвященный Олегу Кароновичу Шентису, а я многократно бываю в Линдкоме, я поражаюсь, какая там маленькая сцена. Потому что, когда смотришь декорации Шентиса, кажется, что сцена огромная. Она же, на самом деле, очень маленькая и не очень глубокая. То, что он сделал в этом спектакле, мне кажется, это шедевр. Я, Александр Лазарев, народный артист России, во-первых, я вам хочу сказать огромное спасибо за смелость. Потому что сейчас, когда все получилось, это хорошо все. А когда это все только начиналось, это же было непоятно, что получится. Я не боюсь признаться, что я был противником этого и говорил об этом в театре. Мне казалось, что нельзя, ничего не получится. Потом я пришел на ваш спектакль и начал рыдать. И понял, что вы победили, потому что все остальное не важно. У меня к вам... Спрашивают, чем отличается этот спектакль от других для вас нелепо. Я хочу вас спросить, как вы себя ощущали по другую сторону рампы? Какие-то... Что это за ощущения? Мне понравилось. Ну, на самом деле... Нет, мне, конечно, было интересно. Безусловно, это... Ну, как-то я... Как это ни парадоксально, не ощущался по другую сторону рампы. Я все равно ощущал себя там. В одной команде, в одном энергетическом клубке, как сказал бы Марк Анатольевич. Правда, хоть я мнену, но со стороны просто чисто какие-то технические вещи видно. Потом какие-то потрясающие артисты рядом существовали. Что им скажешь? Они все сами знают. Они все сами прекрасно умеют, да. Очень еще, знаете, что очень было еще наблюдать за Сашей. Саша был как такой, как... Вот я очень люблю фигурное катание. И я когда смотрю, как тренеры... Да, да, да. Все время с этими, со всеми... Они крутят эти саппи, пироэты, тройные тулупы. И Саша вот на репетициях, знаете, если как бы часто режиссеры сидят, там что-то смотрят, как-то так... То Саша, он все время, он как бы с нами играл. Он с нами как бы кто-то забирался, падал. Да, он как бы играл спектакль вместе с нами, это правда. Скажите, пожалуйста, идея принадлежит кому? Мне. Без ложных хромов, скажу, мне. Я вам расскажу, как нет. Почему просто объясняется? Я до такой степени люблю этот спектакль. И такое оглушительное впечатление на меня в юности, в молодости, в зрелости этот спектакль произвел. Что мне... Как только он сошелся с репертуаром, с этого момента стало хотеть, чтобы он вернулся. Выпил Галюши Панченко и пришли к Марку Вальцову. Да, это было так. Это было прямо... Идея-то у меня давно бродила. Мы с Сережей об этом разговаривали довольно давно уже. Мы с ним... Как сказать, это зародилось в каком-то разговоре. Я с ним поделился. Я говорю, ты был бы гениальный Теви совершенно. Давай, давай. А он... Он говорит, да, да, все, будет Санька, отлично, все. И на... На похоронах на поминках Марка Анатольевича Баршавер нас пригласил к тебе в кабинет помянуть учителя. И мы с Сережей сели рядом так. Он мне так, скажи про поминалку. Скажи про поминалку. Я говорю, Марк Борисович, а вот такая идея бродит у нас невероятная. Давайте мы вот восстановим поминальную молитву. Он так. А кто будет делать это? Говорит, а я. А играет кто будет? А голову от сидит Сергей Степанчика. Он сделал маленькую паузу и сказал, я об этом десятилетие мечтаю, о том, что вы знаете, это спитая колеса. Он действительно приходил к Марку Анатольевичу, предлагал какие-то кандидатуры, актеров разных. Давайте восстановим. Марк Анатольевич говорит, что нет, вот этот не подходит по такой-то причине, потому что сейчас не время там-то, мне не надо вообще ворошить это. Ну, в общем, оказывается, эта идея бродила не у меня, у одного, у многих, наверное, людей. Но Марк Борисович, по крайней мере, точно. И благодаря ему в огромной степени это все состоялось. Потому что я, конечно, был как идейный вдохновитель, чтобы это все действительно вышло на сцену. Это, конечно, спасибо ему. Давайте посмотрим, мы будем там смотреть небольшие фрагменты. У нас вот редактор наш, Женя Ушакова, она смонтировала фрагменты. Я не видел сам сейчас, буду вместе с вами смотреть. Смонтировала фрагменты двух спектаклей разных актеров разных времен. Этиминальная молитва. Давайте посмотрим. Как интересно. Всем добрые субботы, посмотрите. У нас в гости. Ну что ж, знакомьтесь. Здравствуйте. Это моя жена Жолда. Здравствуйте. Мои дети. Ха, вот, сейтл, год, он, шпридки, белки, белки, шпридки. Все, что ли, они живут? Это, да. Я так, на минуту. Да, это Мотовый, и он так, на минуту. А это Перчик, сын Перчика-папиросника. Вы его помните. Вы с ним в детстве играли в прятки. А сейчас он пришел сюда, в дом, я умолил. Он учить будет вас. И ничего не будет. Дочери, вы мои родные. Он будет учить вас этим французским. Молодец, человек, ошарашьте людей. Скажите что-нибудь всем на известном нам языке. Бонсуар, мадам, все шпридры, с родом увар. Это что, все что ли? Ну, пока, да. Ну, хорошо, хорошо. Это соловей. Перчик, все быстро сюда, все-все-все. Всем добрый сухожий. Давай, битв. Быстро, 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 быстро. Перчик, что с ней трактором проходит? Давай, вот Перчик, пожалуйста. Вот она моя семья. Знакомьтесь. Моя жена Голда. Это вот девочки мои, значит. Хава Цейкл. Подожди, все. Это Мотовый. Я так, на минутку. Это Мотовый, так, на минутку. А это Перчик. Ну, не узнаете, когда там детстве вместе играли? Дети, Перчик вас теперь будет учить. И не чему-нибудь, а французский, Перчик. Скажите людям что-нибудь на известном нам языке. Понсо, мадам, месье, жесвит, леза, я вуар. Все? Пока, да. Соловей! Интересно он же смотреть. У меня какой вопрос. Я, естественно, когда я шел на спектакль, я про него много читал, и все было написано, вы везде в интервью говорили, что мы один в один повторяем спектакль Марка Анатолия Захарова. Когда я пришел на спектакль, я подумал, что все-таки спектакль, это ведь не мизансцена, не музыка, это артисты. И когда приходят другие артисты, начинается совсем другой спектакль. Этот спектакль не тот спектакль, который играл Евгений Павлович Леонов, и нет ничего более естественного, чем сравнивать эти спектакли, нет ничего более бессмысленного. Это совершенно другая история. Скажите мне, ну, например, я у Ани спрошу, скажите мне, пожалуйста, Аня, вы повторяли то, что делал, там Матюшина замечательно работала, она была замечательная работа. Это для вас была, не может быть, калька. Это что такое было? Вы придумывали новую историю в старых мизансценах? Или как это все происходило? Сначала вас спрошу, а потом у Алиси. Ну, это, конечно, не калька. Есть рисунок спектакля, есть какая-то география. Она общая, и мы ее старались сохранить. А суть человека? А дальше есть суть. Есть пьеса, которая ты читаешь, у тебя возникает какое-то представление об этом. Дальше ты начинаешь как-то туда погружаться, сливаться, и что-то рождается. Мне в какой-то момент Саша говорит, ты знаешь, у тебя низкий голос какой-то появился. А я, честно говоря, это не было специально, это было как-то вот, ну, просто так пошло, да, что называется. Потому что ты все равно, ну, как, ты уже произносишь эти слова, ты рассказываешь эту историю. И ты же не должен, как какой-то робот, повторять что-то, да, ты же все равно, это у тебя должно рождаться. А, соответственно, возникает какая-то внутренняя логика происходящего, возникает поведение, возникает там... Понятно, что есть фантастический текст Горина, который, в принципе, наверное, по большому счету, как ни скажешь, он все равно будет работать. Можно так, можно так. И все равно зрители будут реагировать. Но это, нет, конечно, это не тупой ввод такой, когда ты... Ну, так, наверное, и не бывает, с другой стороны, чтобы ты просто копировал... Бывает всяко. Не у вас, но, в принципе, у вас всяко. Скажите, пожалуйста, Олеся, вам мешало или помогало то, что вы входите как бы в готовый спектакль, что была до вас исполнительница, что готовый рисунок, это мешает? Нет, у меня сначала было, как сказать... Я сначала, кстати, тоже была из тех, кто противился. Я сначала как бы к идее отнеслась очень скептически. Я подумала, как можно... Ну, зачем брать тот спектакль, который... Я чувствую, что у меня сейчас соратников не было. Нет, нет, Саша, ну поэтому... Саша, ты была. Ты была, да. Саша, поэтому все и говорят, безумство храбрых, понимаешь? Все поют песни, потому что сейчас мы вроде как бы... Получили, что мы тоже рядышком, и тоже мы... Немножко это... Да, но, честно вам скажу, я смотрела диск, я не видела спектакль вживую. Но я смотрела диск. И я смотрела внимательно на мизансцены, потому что когда мы... Саша разрешал, кстати, даже не следовать вполне в полной мере. То есть он говорил, если что-то рождается, это пускай будет так, потому что понятно, что мы другие. Вот. Но я смотрела диск, мне было, знаете, что важно? Вот с огромной... Конечно, ну, прекрасно артисты играли, и Люба Матюшина чудесная, великолепная, со всеми эпитетами возвышенными, какими только может быть. Но, знаете, что я смотрела, даже не потому, что как она играла, а мне было интересно вообще понять, какое движение... Потому что я знаю, как Марк Анатольевич, когда репетировал, как он артистам предлагал что-то делать. И мне хотелось понять, думаю, вот понять, что он ей предлагал, как он эту сцену, почему... Потому что у нас там сцена была, допустим, с подсолнухом на столе, когда мы ее делали, что-то такое там... В каком моменте, после какой фразы, допустим, садиться там. Там есть момент, когда она получает известие, что другой, значит, жених. И как бы я посмотрела на диске, она садилась именно в этом месте. И мы когда делали, там был момент, может, ты не помнишь, но думали, может быть, сесть чуть пораньше. Вот как спектакль делается, понимаете? Вы-то еще не знаете, зрители этого всего? Да. А вот что происходит? Да. И вот момент был такой, и когда Саша говорит, ну, можно пораньше, как бы так. А я уже пришла подготовленная, я низко посмотрела. Низко посмотрела? Да. И поняла, что пораньше нельзя сесть. Потому что это был момент, который, как сказать, ну, понимаете, да, такой вот, он был именно такой режиссерский. Потому что я так понимаю, что Марк Анатольевич, ну, как сказать, именно выстроил так, что это было так вот. Ну, как сказать. У Марка Анатольевича не было ничего случайного. Все равно каждая... Да, я тоже хотел бы это сказать. Каждая мизансцена, каждый поворот, каждое слово, почему здесь пауза. И мы все равно немножко дошифровывали. Я не понимаю окончательно этого пауза пришло, вот когда мы стали «Красную свадьбу» репетировать финальную часть первого акта. И, ну как, самое сложное было, конечно. Естественно, было сложно смотреть, чтобы понимать, куда-то, чтобы сохранить мизансцены. И в то же время не перетащить на себя рисунок предыдущего исполнителя. Да, вот, чтобы это наполнить своим, своим, ну, исключительно как «я есть в прилагаемых обстоятельствах». Вот они новые, вот такие прилагаемые обстоятельства. Я, я, Олеся Железняк, это я, я, они любят батюшки. Неважно. И действительно, вот то, о чем говорил Олеся, вот настолько все выверено было, что, ну, на «Красной свадьбе» я решился на такую наглость и думаю, дай-ка я подправлю Марка Анатольевича немножко. Сейчас я чуть-чуть сейчас... Да, и хор, у нас же прекраснейший хор еще, музыканты великолепные. Хор, думаю, надо их сделать полноценными гостями на «Красной свадьбе», посадить их также за столы. И как раз все очень складывалось. Мужской стол у них была, свободная сторона, и женский, и все складывалось. И так в репетационном зале мы репетировали, так вот были довольно счастливы. Гвалт, еврейская свадьба, много народу, все замечательно, шум, гам, все чудесно. Выходим на сцену, главных героев не видно, двух полностью перекрыли. Да, да, да. Расстояние по громщикам ходить негде, значит, между... Думаю, ну как, ну, отменили, естественно, отменили. Я мысленно попросил прощения за свой нрав, свой вольничью Марк Антольевича. Ну, надо как-то все-таки признавать, что Марк Антольевич был гений. Абсолютно, он вообще-то гений. И вместе с Шентисом у них было до миллиметра все, так сказать, выстроено. Все, ничего там, ничего подправлять нельзя. Ничего не только сделать. А можно еще сказать? А музыка какая? Музыка, музыка. По поводу Марка Антольевича. Фантастическая совершенно. Я вообще этот спектакль... Сказать, что такое спектакль? У меня такая родилась такой образ вообще про этот спектакль, что, знаете, что вот как сказки все-таки работают. Я подумала, что это похоже, упоминание молитвы, вот это вот и чудо восстановления, и вообще все вот то, что она как бы пришла, похоже со сказкой вот кот в сапогах. Потому что я подумала, когда Марк Антольевич вот ушел, да, это, конечно, такое тяжелое время для театра, ну, понятно, все, да, ну, ушел, уходит отец, ну, и все равно все остаются как бы такие, ну, немножко растерянные, вот. И как-то так было, немножко так все время, когда думаешь, ну, как же, вот, как же, как же, вот. А когда возник этот спектакль, я подумала, думаю, господи, это возникло, как вот отец оставил, думают, ничего не оставил, как бы, да, ну, вот вроде бы. А потом раз оставил, этому, это дал, этому. А дураку дал, кота в сапогах подарил. И оно и есть самое чудесное, понимаете, что вот то, что он оставил, вот этот вот клад, я думаю, ну, это вот правда, вот то, что приказутся, и сразу это такое-такое, дает подушку, невероятный взлет, ну, это спектакль. Для всех артистов. Для всех артистов. Ленком Марка Анатольевича, и его, вот, собственно говоря, его, вот, то, чего нам страшно не хватало, то, от чего мы вот чувствуем себя жуткими сиротами, вот это сейчас нам вот каким-то волшебным образом дано, и вот есть мир, в котором, вот это пространство, в котором мы можем, собственно говоря, жить с Марком Анатольевичем. Такой живой спектакль, для каждого артиста подарок. Скажите мне, пожалуйста, страшно было вначале? Или просто радость, восторг, текст Горина? Когда мы начали репетировать? Ну, да, было страшновато. Даже не то, что страшно, ответственность, вот, чувствовалась ответственность, что мы, как, 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 что из этого получится, как, что скажут. Давление было чудовищное со всех сторон, поэтому... В каком смысле? Ну, люди... В прямом, в самом прямом. ...все время говорили, что нам этого делать не надо, это преступление. Зря вы таки делаете, конечно. Преступление, у нас ничего не получится, мы провалимся, и вот мы в этом уже варились все время, и поэтому, Саша... Саша, быстро. Надо поставить, что ты довел ты до конца. Саша, вы еще об этом слышали. Стойкий элоэнный солдатик. Ну, да, было... Но я, надо сказать, поверила... Вот как начались... С первого дня? Начались репетиции, я увидела... С первой читки, я в твоих глазах... Увидела, услышала эти голоса, увидела эти глаза, и поняла, что... Я, кстати, тоже, я только когда узнала, была скептически настроена, только когда поступила предложение. А когда начали читать? А когда начали читать, я сразу... А когда вы прямо репетировали по-другому. И Саше не было сомнений. Ну, то есть, как в нормальной спектакле. Все, все, все. Я хочу сказать еще об одном человеке, который сыграл большую роль в этом спектакле. Это Михаил Глубц, автор музыки, и человек, который поддержал эту историю. Есть такая фотография Валерия Плотникова, где Марк Анатольевич Захаров, Григорий Зравич Горин, Евгений Павлович Леонов в костюме Тевья. Это была такая отдельная, конечно, для него роль. Давайте вспомним Евгения Павловича, посмотрим небольшой фрагмент. Боже, милосердие! Ты хнул бы теплом своих, обогрел бы. Я все-таки по твоей воле молочник, а не мороженщик. Наши предки по пустыне ушагали и всяческие муки терпели, но не мерзли. А тут вот ни рук, ни ног, один только язык еще как-то ворочается словами. Плоховато у меня все пока. Плоховато. Я же позапрошлым годом сам чуть не загнулся, там побывал у тебя. Господи, ты слышишь, дома плохо сейчас, жена хворает, голда. Многовато для одного человека. Коровы орут, лошадь хромаясь. Может, чего случилось, может, конец света, мы не знаем, ты бы признал кого-нибудь. Пришли Мессию, может, пора. Пусть отведет он нас в царский свет. Господи, сердце твоему, тебе поближе. Добрый вечер, актери. К счастью, я хотел сказать, Инахин, ты. А я подумал, что Мессию прислал. Нет. Я хочу сказать, что с моей точки зрения, я видел спектакль, в котором играет Андрей Евгеньевич Леонов. Мне кажется, что Андрей Евгеньевич Леонов совершает в этом спектакле подвиг и человеческий, и актерский, потому что это, ну, я не буду объяснить, почему, это невероятная, мне кажется, это сложно, и он очень замечательно работает. И я видел первый вечерний спектакль, в котором он играл, он очень нервничал, потом он собрался, и это очень хорошая актерская работа в очень сложных обстоятельствах, что такое играть. Я не знаю, на самом деле, в истории театра есть такой случай или нет, чтобы сын после отца играл такую великую роль и делал это совершенно замечательно. Ни в коем случае надо сравнивать, кто лучше, кто хуже. Андрей по-своему, Евгений Павлович по-своему. Скажите, пожалуйста, мне режиссер спектакля, Александр Александрович, а благодаря чему вы все это выдержали? Вот сейчас рассказывает молодая, наиболее, так сказать, ну, прямая такая актриса. Правдивая, самая правдивая. Ну, вы тоже не лжете, но она говорит, что, слушайте, нас со всех сторон давили. А как вы это выдержали? Я не знаю. Я честно скажу, что я просто, я был настолько уверен в том, что мы делаем правое дело и настолько... То есть, ну, у меня актеры во время карантина отказывались, звонили мне, сказали, я не буду делать это, давай с хей другого кого-то. Потом, и какие-то слухи доходили, что какая-то просто работа идет над этим, в поле до Министерства культуры, что надо это запретить. И все равно как-то, я не понимаю, почему, каким... Это божественное провидение, я думаю, просто. Как это у меня мимо ушей-то пролетало все? Хотя я человек очень ранимый и очень зависимый. Подождите, я как человек, ставивший много спектаклей, могу себе представить, что такое, когда тебе звонит актер и говорит, драгуя, очень тебя люблю, ты прекрасен, но играть в тебя не буду. Смени с меня бремя главного героя, да. И как? Ну, возникали другие люди, были звонки, разговоры с фаршавером, давайте, Марк Баевич, мы будем искать, приглашались актеры, потом актеры отпадали, потом было принято решение только актеры нашего театра, не то другой. Потом, вот, я, ну, в общем, я не буду, так сказать, вдаваться в подробности и говорить, но было... Вот карантин, он был тоже работой, только работой внутренней, какой-то... Вспытание. Мои... С товарищами. А кто-то, кроме Сережки Паченко, был, кто вот очень вас поддерживал? Вот, вы говорили... Шура. И все? А народные все? Нет, народные. Ну, неправда, весь... Нет, ну, конечно, это... Когда мы начали репетировать, все репетировать, мы сейчас слышали, это единозвратие. С первой числой. С первой числой. Все сначала думали, как... Первой числой, да. Поверили, доверились, это было просто единение. Я такого не помню вообще очень давно, что у нас так в театре, так коллектив, так собрался, с таким вообще... Это прикосновение к великой драматургии, к великому... к великой постановке абсолютно. Это прикосновение к фантастической, невероятной, неземной музыки какой-то, который... Оглус, которую мы сейчас помнили. Да, невероятно. Это музыка один раз услышать, и ты не забудешь никогда ее. Она будет... Я же ее помнил с того спектакля, с тех спектакля. Вот эти переливы невероятные, ну, это... А декорация, которые... Сейчас какие-то новые читаются вообще вещи. Вот для меня... Я раньше этого не замечал. Не знаю, как, может, просто я не замечал, может быть, это и не читалось, но сейчас я вдруг увидел в финале спектакля страшную картину, страшенную просто картину, когда все жители Анатовки, все деревни поорачиваются спиной, лицом к забору, спиной в зрительный зал и делают несколько шагов, то у меня просто ощущение, что это... Это холокост какой-то, вот сейчас предвестник какой-то мезосцены, как будто евреи стоят в газовую камеру. Я вот это вдруг увидел, и меня это ошарашило совершенно. Я так думаю, боже мой, какие же тут пласты-то в этом вообще зарыты. Марк Анатольевич Захаров. Нам необходимо, чтобы от театра оставалось послевкусие радостное и приятное, а не гнетущее и тягостное. Сложностей в нашей жизни хватает, как и отрицательных эмоций. Добавлять их, как и пугать зрителей, мне никогда не хотелось. Это он говорил по поводу поминальной молитвы. Объясните мне, пожалуйста, Анна, мне, зрителю, объясните вы, как актриса, почему у меня радостное послевкусие, после истории, где у человека отняли все, что можно отнять. Вот я отняю, вот все, что можно отнять, у человека у него отняли, осталось то, что отнять нельзя. А ты выходишь абсолютно счастливой. Почему? Вот я не знаю, мне именно эти слова вчера, ну, сегодня мы разговаривали с Ольгой Михайловной Остроумовой, которая была на спектакле, передавала. Ну, я потом все расскажу. Мы видели, мы видели, да, да. Она какие-то очень такие вещи говорила. И она говорит, ты знаешь, я обрыдалась, и я счастлива. Я вот, ты не представляешь, я счастлива. И я, честно говоря, вот с утра хожу вот с этими словами, именно, и вот вы задаете этот вопрос. Я не знаю, может быть, все дело в том, что спектакль так выстроен, и вообще, ну, я сейчас говорю одно слово, спектакль, а вводных очень много, да, вот все составляющие. Вот в результате есть спектакль, и может быть, он настолько точный, настолько вот задевает самую суть человеческую, вот про суть, про все равно какое-то доверие жизни, веру в Бога, про какие-то очень настоящие вещи, которые на самом деле в каждом человеке есть. И этот спектакль, он удивительным образом, вот он затрагивает вот эти самые потаенные и самые такие, наверное, хорошие струны в человеке, в каждом. И он, как он выстроен, вот та искренность, в которой существует, в которой мы все существуем все равно. И люди, наверное, подключаются, и все равно то, что как-то ну вот как, часы идут, мы идем, и они идут, да, то, что все равно смех, да, а почему, да, ну потому что даже вот все равно что-то есть жизнеутверждающее, все равно даже где-то какое-то смирение и какая-то очень большая сила духа. Скажите мне, что вы о том думаете? После вашей сцены, еще раз говорю, просто я не верил, когда она умирает и рождается ребенок, с одной стороны хочется умереть, с другой стороны хочется жить. Невероятно, какое-то происходит внутри, и есть такой, очень редко в театре есть такой звук, когда открываются дамские сумочки, такие щелчки. Это нам Марк Анатольевич рассказывал. Вот это вот было на вашей сцене, просто я слышал, и мы тоже с женой полезли за западками, а ощущения все равно прекрасные от всего, и от почему? Трагическая же история. Мне кажется, знаете что, я не про свою конкретную сцену, не про нашу, мне кажется, что этот спектакль, почему? Потому что там такой есть, мне кажется, секрет, я вот думаю, чем это отличается, ты же когда видишь какую-то смерть или кто-то узнаешь, это всегда горе в жизни. Почему в этом спектакле это не так? Мне кажется, что это спектакль про хороших людей, вот так скажу я свои ощущения. Знаете, мне кажется, что в этом спектакле и вообще, тут так представлен мир, как про детей, знаете, что не бывает плохих детей, они просто бывают капризные, потом они становятся взрослыми людьми и набегают уже благоприобретенные за жизнь. А на самом деле в этом спектакле все эти люди, которые живут, все кто-нибудь там евреи, украинцы, русские, они все хорошие, и дети погромщик, которые приходят, не потому что они плохие. Вот такая жизнь так складывается, они сейчас вынуждены, они на самом деле вчера еще друг у друга там коровами менялись, там доили и все это. И также это, да, этот главный герой Теви, он не озлобляется, когда у него, ну, по сути, да, человек же как устроен, что он начинает обижаться, он начинает, что все это мое, это как бы это. А тут про людей, это как бы, знаете, такая метафорическая вообще, мне кажется, история. Это то лучшее, что есть в каждом человеке. У нас был спектакль, который, кстати, мне казалось, что не очень хорошо прошел, и я была расстроена, вдруг я, значит, сижу где-то, там еду на какие-то пробы, и мне звонит телефон, женщина, редактор. Я думаю, сейчас будет завать на какую-то программу «Звезды сошлись» или еще куда-то. И мне надо придумать, что я не могу, что у меня, я очень хочу, но, к сожалению, именно в это время я не могу. Вот, и я уже заготавливаю, значит, текст. Я очень интересуюсь, а какое число, очень сначала подробно, потом мне говорят, а я говорю, а во сколько? И как бы все сходится, что вот сейчас я не могу. Вот, и я уже все, эта цепь у меня в голове складывается, и вдруг она мне говорит, вы знаете, я вчера была на вашем спектакле, и вдруг она говорит такие слова, ну, знаете, не потому что я сейчас как бы хвастаюсь там, и просто меня поразило, мы, в общем, заплакали обе с ней, мы ехали и плакали, перестаньте это говорить, я тоже плачу там. Она мне стала говорить, я два года назад потеряла мужа, и я два года не могла плакать, говорит она мне. И говорит, вы знаете, я поняла после вчерашнего спектакля, что, ну, я начала жить, я стала жить, я заплакала, я поняла, что, ну, есть жизнь, есть любовь, есть мои там дети, и все, и как бы, и это вы сделали своим спектаклем, вы артисты, я прошу вас, передайте всем артистам, что, вот, и я потом, когда пришла, играла там спектакль с кем-то. С кем-то виделась, да. Я передала ребятам, Сереже Ююкину, и она еще сказала мне, и вот этот, рыжий, рыжий, как бы, я говорю, я передам, передам, знаете, это было такая, как лесточка откуда-то, и я думаю, ну, вот, вот, это какое-то такое прикосновение, что, все вдруг понимают, что это все не важно, тут тяжело, тут это, это ему сказал, этот обидел, посмотрел, там, вот эта вот жизнь, из чего наша состоит, из всего она, как бы, такая-то вот, налипает все, и вдруг ты видишь, что, ну, как бы, вот оно так же, как у тебя, тоже ты так же переживаешь, ты тоже хороший, ну, как бы, ты тоже имеешь право, мне кажется, это вот такое вот возникает, вот поэтому. Скажите мне, Саша, можно говорить, что это роль, или этот спектакль, или участие в этом спектакле, это какой-то для вас человеческий урок, помимо профессии, вы там замечательно, танцуете, потрясающе, просто, ну, играет тоже, но танцуете, невероятно, можно говорить, что это какой-то человеческий урок, или так нельзя подходить? Можно, конечно, но, я бы еще вспоминала, сидела, когда начались репетиции на сцене, вот я сидела в зале, смотрела начало, началась музыка наших прекрасных музыкантов, Вадима Андреева, и Саша Висты, начались, вот как Марк Антонович всегда, когда из ничего вдруг театр появляется, я помню, что начались вот эти ноты, и меня как просто пробило, не только меня, всех сидящих рядом, я все так утираю слез, все дели, на протяжении всего спектакля, я не знаю, кому больше повезло, нам, артистам, и вообще всем работникам театра, или зрителям, кому больше повезло, что этот спектакль есть, потому что мы все испытываем настоящие эмоции, это так сейчас редко в театре, вот то смеешься, то плачешь, то опять смеешься, то опять плачешь, все, у тебя душа работает, она живет, она вибрирует, и это, конечно, для человека очень важно, особенно для современного человека, живущего в мегаполисе, в скорлупе. Ну, знаете что, еще, мне кажется, такая тема, ну, если так говорить, что, конечно, ты об этом не думаешь в сам момент, когда ты играешь, но она все равно это есть, мне кажется, заложена, вот эта тема прощения, потому что это вообще великая вещь, потому что люди по-настоящему прощаются, ну, как сказать, ты думаешь, что ты простил, а вот по-настоящему простить очень трудно, ну, мне, по крайней мере, я так думаю, и знаете, когда, а это спектакль о прощении, вот таком вот, ну, настоящем, когда ты прощаешь не для кого-то, там, не для видимости, еще для чего-то, а когда ты сердцем. Мне еще кажется, еще и спектакль про смирение, конечно, вот, я еще хотел сказать, даже про смирение, терпение, это очень библейская тема, Бог дал, Бог взял, но несмотря ни на что. Скажите, пожалуйста, Ань, вы сыграли очень много ролей, может быть, не в курсе, я вам скажу, разных, в разных, причем, в театрах, в разных, скажем так, вот эта роль, она вас меняет по-человечески, или так нельзя спрашивать актера, он играет роль и уходит? По-человечески, не знаю, время покажет, вот, а то, что эта роль, она абсолютно, ну, такой подарок судьбы, и это, ну, она какого-то, ну, это вообще, и роль, и весь спектакль. Я счастлива, что я как-то вот, ну, как вдруг тебе дается какой-то, может быть, жизнью аванс, что ли, да, какой-то вот, что я, мне открыто какое-то поле, в котором я могу, ну, очень сильно, как сказать, ну, куда-то вырасти, куда-то развиться, куда-то, то есть это, ну, не то, что как вот мы, есть у нас такая формулировка, роль на вырос, да, а это как-то, ну, какое-то чудо все равно происходит, я понимаю, что это сейчас, как сказать, еще, мы только месяц играем этот спектакль, столько всего произошло, мы, благодаря Саше, мы, у нас было столько прогонов, и вот это вот уже количество сыгранности у нас не было, вот знаете, когда страшно, на премьере первый прогон, и даже при всем том, все равно, когда ты выходишь, выйти, где-то, ну, смотрите, уже все, все равно, ой, уже прошла, да, вот эта первая сцена, да, черт, надо бы вот это, вот это, вот это, тут ты, конечно, еще не успела немножко, что-то, потому что тут еще есть какие-то технические требования в плане скорости, в плане ритма, в плане того, что вот, ну, тут нельзя посадить, есть у нас волшебные места, где у нас с Олесей вылет, годом печь дымит, да, почему в этом месте все время там какая-то, да, вот что-то, что выпадает эта фраза, и как только чуть-чуть, вот ты там не понимал, сколько-то там, две недели не играл, да, и я так, ой, пауза, ой-ой, годом печь дымит. Вот, поэтому я, я не знаю, пока оценить, что там по-человечески, по-профессионально, но то, что я иду на спектакль с биением сердца, что я дико волнуюсь, и я при этом испытываю какой-то невероятный восторг от, от, от просто, вот удовольствие, счастье от того, что, боже мой, мне доверили выходить и говорить эти слова, выходить на эту сцену в этот момент с этими партнерами, вот это счастье. Вот это сейчас роль счастья просто. Посмотрим небольшой фрагмент уже вот той версии, о которой мы говорим. Сей сюда, я, 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 я должен сказать вашему отцу важное слово. Ну, говори быстрее, холера тебе, бога, нежать не могу. Я больно, я простой человек, я предупреждал. Я, 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 не могу. я, не могу. Я лучше вообще не Kranken, неkon. А, ну, что такое, что такое? Маду, папу, ну что, так же не сделано, он же сказал, что... Ну-ка, дай ему её пусть повечится. Ну-ка, иди сюда, в моду. Ты мужчина или нет? Всё, будем считать, что это жилетка. Евреи, это жилетка. Вот, ну и всё сразу, ну что-то, ну и Господь создал всё сущее, не за один день. Скажите, пожалуйста, Александр Александрович, есть ли у вас режиссёрские планы? Нет, пока нет. Я, понимаете, как скажу, я... Почему-то всё так называют режиссёром, я пока никакой не режиссёр. То, что мы сделали здесь... У меня была такая колоссальная подпорка и такая невероятная поддержка в лице того спектакля, являет, ну, как постановка Марка Анатольевича, мне было не трудно. Мне нужно было только дружить с моими актёсами, с нами, со всеми дружить вместе. Но человек, который перешёл по другую сторону рампы, может относиться к этому как к некому эксперименту жизненному. Вы сделали большое дело. Это становится на нашей передаче особенно очевидным, потому что понятно, какое было сопротивление. А можно сказать, что мне нравится тут, я хочу теперь... Нет, мне нравится. Я пока... Я не знаю, как поведёт тебя мой организм, если я возьму какую-то самостоятельную историю, где не будет никакой помощи. Я не знаю, что будет опереться. Но вы хотите это? Вы хотите? Хочу попробовать, хочу. Я просто вас прошу, что такое? Вы хотите сниматься режиссёр или не хотите? Хочу. Хочу. Ну, не знаю, что нет. Пока трусость. А у вас есть, в принципе, какие-то идеи? У вас есть какие-то пьесы, которые вы хотели? Ну, есть две пьесы, которые... Пьесы «Мечты моей жизни», да... Ну... Обе они идут во всех театрах московских, конечно. Не называй, не называй. Ну, ты не буду... А почему не будем называть? Чехов? Не надо, надо. Нет, нет, ну а чтобы... Булгаков есть в... А Булгаков что? Что называется? Не называй, не называй. Вот это журналистские дела вот эти. Нет, ну, знаете, есть спектакли, которые действительно от тебя производят впечатление раз и на всю жизнь. В Театре Маяковского был спектакль «Бег». В постановке Андрея Становича Гончарова. Там ваш папа играл грандиозно. Да, он грандиозно играл Хлудова, да. И я из-за этого спектакля стал актером. Захотелось заниматься этой профессией. Ну, как это... Я его увидел, наверное, лет 14-15 первый раз. И... Ну, до этого, да... Кем ты будешь, мальчик? Я буду артистом. А там думал о футбольном мяче, о чем-то, о гитаре. Ну, да, я буду артистом. А когда я посмотрел в спектакле «Бег», я понял, что я без этого жить не могу. Вот... Без этой жизни на сцене, без этого процесса, без этих... Без этой пьесы даже, наверное. Это, ну, в моей жизни это основополагающая история была. А вторая? Ах... Вторая? Вас же первую назвали. Ну, ладно, я не буду так подробно рассказывать, да. Поэтому это как бы вертится в голове всю жизнь. Вторую не назовёте? А? Вторую. Вы сказали, две пьесы? Нет, нет, нет. Пока не буду. Ну, «Бег» — это хорошая история. Скажите мне... А я так думаю, у нас ведь в театре есть всё для того, чтобы основить «Бег». Есть все артисты. Я, конечно, говорю, если я перебирал... Саша? Перебирал в голове. Давай. У тебя есть такой кредит доверия теперь. Давай. Давай. У тебя столько единомышленников. Давай, скажите. Просто надо объяснить нашим зрителям, что в принципе происходит. Вот вы хотите поставить какой-то пьес. Что вы должны сделать в принципе? Должны прийти к Маршаверу? Да. Должны прийти к Маршаверу, скажет Марк Борисович. Вот такая есть история. Нужна ваша помощь, ваше согласие, поддержка. Марк Борисович, это же денег больших стоит всё. Это же одни шутки. Пока мы сталкивались только с актёрством, мы не думаем о том, что... Я вот думал, когда я не был по ту сторону рам, как вы выражаете, я репетировал спектакли. Мне не касались проблемы костюмов, мне не касались проблемы второго состава, мне не касались проблемы освещения, уборки там, не знаю, ничего. А тут ты обо всём думаешь, и как-то это тоже всё гораздо сложнее. И всем этим занимается варшавер. И спектакли-то в огромной степени случаются благодаря ему. Конечно. Марк Борисович рассказывал мне про... Марка точно вообще с ним не церемонился. Он говорил, Марк Борисович, завтра нужно вот тот и тот, а это стоит мне коллег. Три-четыре миллиона, да раздобудьте, пожалуйста. Марк Борисович молча раздобывал ему три-четыре-пять миллионов где-то. И то, что у художника великая была идея в голове, и эту идею нужно было воплотить. Так вот, чтобы спектакли-то прийти к варшаверу, если ему покажется это... Убедительным. Да, тогда он уже, как вспоминали молитвы, его свернуть с дороги невозможно было. Его тоже, его никто не поддерживал. Мне, например, я думаю, что не только мне, я думаю, что вообще всем было бы очень интересно посмотреть, потому что, ну, люди моего поколения, чуть помладше и постарше, они очень хорошо помнят бег Маяковки и очень, конечно, ассоциируют не только с Гончаровым, но и с вашим отцом. Он был не просто... Там были очень хорошие актеры, но он был таким вот лицом спектакля. Я прям... Вот я прямо помню. Вот еще вы похожи очень. Ну, давайте начнем, например, с вас, а потом я у вас тоже что-то напишу. Когда одна актриса, две актрисы играют одну и ту же роль. Это усложняет работу, а наоборот облегчает работу. Вы советуете друг другом, вы смотрите, как это происходит. Или это две совершенно разных истории. Ну, вот, Марк Анатольевич... Первым решил. Да. Никогда... Вы не меня спросили? Нет, я только вы спросили. Но я... Говори, говори, говори. Да, Марк Анатольевич, извините, пожалуйста, я что ворвался. Он никогда не выпускал главных героев два состава. Мы... Потому что это очень трудно, действительно. Это очень трудно. Но мы поставлены в такие условия. Вот сегодняшняя жизнь не позволяет нам этого, такой роскоши. Да, потому что все снимаются. Очень много работаю помимо... Ну, жизнь, она как-то сильнее бурлит, чем 20 лет тому назад. Вот. Вот. Но с другой стороны, ну, то, что касается девочек, да, и Олеси, и Ани, они настолько разные, настолько обе невероятные индивидуальности, что мне... Вот мне никаких сложностей не вызывало с ними работать. Только счастье было с ними работать. Что скажет об этом Олесе? Ну, я не знаю, что сказать на эту тему. Это непросто. Непросто у тебя. Это непросто для артистки, понимаете? Это очень непросто играть в два состава, и... Ну, это непросто. Ну, к примеру, Андрей Леонов, например. Андрей Леонов, он не приходил на репетиции, когда работал там работал, когда репетировал с Феруры Остепанчиками. – А Алиса приходила, когда репетировала? – Я приходила, и со всеми репетировала. Я приходила с одним, и с другим… …и в отсутствии всех. Потому что как бы да, я была постоянно репетиции. – А почему Вы говорите, что это сложно? Вы знаете, это сложно... Правда, у Леона вы спросили. Мы спросили у Леона, почему это сложно. Потому что все артисты считают, что у них невероятная индивидуальная творческая субстанция, которая очень страдает и очень вибрирует. И очень тонко организованная, понимаете? И поэтому каждый артист очень носится со своей индивидуальностью, с творческой. Каждый день у них у этих людей, да. Да, да. И поэтому они при этом, когда носятся со своей творческой индивидуальностью, они катком переезжают в другую творческую индивидуальность, которая рядом по соседству находится. Но это обычное дело для артиста, как бы в этом нет ничего нового. Что вы об этом думаете? Нет, можно я это договорю? Знаете, это не просто в том смысле еще, знаете, что в технологическом. Потому что спектакль эксплуатируется, условно говоря, новый спектакль. Почему сложно? Я вам скажу, что спектакль, да, он развивается. То есть, выпуская роль, это же нет такого, что ты сыграл сегодня спектакль, и ты, ну, как сказать, все, и это победа, дело сделано. Он сколько живет, ты дальше в нем находишься, да, ты как бы взаимодействуешь с товарищами, с партнерами, как бы, ты выстраиваешь. Помимо спектакля возникают еще какие-то тонкие материи, которые возникают, ну, уже вот с этими людьми, в этом пространстве, как бы со временем и все такое. И так как спектакль новый, вот, например, вот у меня был большой сейчас перерыв, почти там 20 дней будет, вот, следующий я буду играть. Вот, я понимаю, что я уже заранее начинаю волноваться, и, как бы, понимаете, да, там, буду тем более играть с разными партнерами. И это тоже момент такой пристройки, вот, собственно, вот, почему это сложно. Что вы думаете, когда две акции сыгрывают одну роль? Есть то, что это не просто, это действительно, это так, да, потому что, ну, как, нам всем легко, мы все начинаем расцветать, когда мы чувствуем, что нас любят, да, ну, вот есть такое, да, вот, и артисты, они же любят, когда вот режиссер к ним относится положительно, да, и ты, ты, ты как желанный ребенок, да, и, наверное, это как в семье, да. Я, кстати, недавно сообразила, что у нас с Олесей на двоих как раз пять детей. Вот, да, поэтому. Так что, как раз, очень все получилось гармонично. И когда, там, любят не только тебя, а еще есть, там, сестра, которую тоже любят, да, и начинается вот это чуть-чуть, но, что касается вот именно, там, как Олесь сказал, технологической стороны вопроса, то время, внимание, время, да, и, действительно, ты понимаешь, что ты вот сейчас что-то сделал, и тебе бы завтра бы тоже вот попробовать, да, а у тебя время как увеличивается, потому что есть, там, другой исполнитель, да, и ты ждешь своей очереди, что называется. Но, с другой стороны, это здорово, что ты можешь посмотреть со стороны, ты можешь посмотреть, как надо делать, ты можешь посмотреть, как не надо делать, ты можешь увидеть со стороны в целом, понять что-то про себя, это очень полезно, Это может быть, там, где-то самолюбие, амбиции могут страдать, но с точки зрения профессии это очень полезно. А еще, знаете, извините, Марк Анатольевич Захаров сказал, это он мне потом рассказывал, когда я пришла в театр, он, мой мастер, Борис Галилович Голубовский, который учился, пришел на спектакль, или они в днице где-то пересеклись, это мне рассказывал Марк Анатольевич, что почему-то в каком-то контексте он мне сказал, а я вот сказал вашему мастеру, что нет для артиста лучшего лекарства, чем хороший второй состав. И вот я ставила меня с этим, я стою, думаю, потому что какой-то был воспитательный момент. Анна Большова, Алисия Железняк, Александра Волкова, люди, которые сыграли вот новый спектакль, вот это новый спектакль, поминальная молитва, и Александр Александрович Лазарев, вам отдельное, я просто не знал всего, что вы сейчас уже сказали, за выдержку, за то, что благодаря вам вы не послушали таких дураков, как я, их я понимаю, очень много, которым не нравилась эта идея, выпустили этот спектакль, я хочу закончить вот такими словами. Поминальная молитва. В наше время национальных распри, идеи, которые выдвигаются, не должны окупаться ненавистью, которая обжигает сердце ребенка, который вдруг может растоптать мать и отца. Это лавина настроений, неугодных Богу. Может, нужно немножко времени? Может, не нужно так все скоропалительно, чтобы с кровью, с ненавистью? Все-таки по-человечески можно? Я верую, не верую, неважно. Все равно Бог должен быть для кого-то на небе, для кого-то в своем сердце. Евгений Павлович Леонов. Спасибо большое всем, кто нас сегодня смотрел. Спасибо вам еще раз за спектакль, который, безусловно, событие, событие мощное, и я всем рекомендую абсолютно честно его смотреть. Спасибо всем, кто нас смотрел. С вами был Андрей Максимов. Всего доброго, до свидания, пока. Субтитры подогнал «Симон»